на близких портал поступил следующий вопрос как увидеть плоды покаяния что хочу сказать по этому поводу что такое покаяние покаяние это по-гречески метаноя это изменение мысли человека когда человек начинает думать по-другому чувствует по-другому становится другим покаяние сколько оно длится день два год пять лет десять покаяние это вся наша жизнь сколько мы живем столько пребываю в покаянии столько и пытаемся измениться какие же плоды покаяния бывают но плоды покаяния собственно говоря это и плоды святаго духа потому что покаяние без помощи богатой духа святаго и не бывает соответственно человек если кается он становится мирным становится радостным уже не унывает он становится любящим он становится верующим по-настоящему глубоко но что же чего происходит с человеком с ним самим помимо того что до что сообщается благодатью дело в том что когда человек показался каком-то грехе по-настоящему глубоко он уже не хочет решить этим грехом у него пропадают всякое желание обращаться снова к тому откуда он ушел он уже не думает об этом грехе как они как они они не к сладкой вещи он испытывает отвращение к греху он уже понимает что согрешить тем что греху раньше уже для него не просто невозможно по определению уже по его по его естеству по его духовному строению он не может это делать и иногда бывает так что греха будто забывается или не то что забывается становится как будто бы чем-то чужим вот как будто бы это был где-то далеко-далеко и в какой-то призрачной дымке как будто бы отчуждается что ли так можно сказать лучше грех становится чужеродным он уже хотя и ты его совершал ты помнишь об этом и и и сокрушаешь свое сердце но для тебя это чужое уже наносное уже неправильно неправильно и вот когда человек кается когда человек живет покаяние то собственно живет в этом мире жизнь в этом и духовная жизнь и человек не кается той же это у него нет он живет только биологической жизнью но дух его спит дух его еще не разбожен и вот если обратимся к гиблии то библии сказано и беззаконник если обратиться от тех грехов своих какие делал и будет соблюдать все уставы мои говорит господь и поступать законно и правильно жив будет и не умрет речь идет именно об этой жизни жизни духа и в этой жизни не уже нет никакой смерти